Витископ. Что значит профессиональный спорт? Вот есть клубы, есть люди в них, они их кормят. Для египтян, для многих, уже два раза в день питание, это уже они профессионалы и они уже работают. Ну тоже некоторым уровнем профессионалы, собственно говоря, они не бесплатно это делают. Все правильно. И не платится то, что они это делают. Но, мы опять говоря о качестве, все время переходя, вот это качество, очень сузилось количество людей, качество. Ну я помню какое-то время назад, когда вот 10 лет назад, да, у тебя было огромное количество спортсменов и таких на подбор, прям завидно было, ребята такие. И функциональные у них способности были великолепные, ты показывал цифры на концептах фантастические, поэтому вот странно, как это все так быстро. А вот удивительно, вот можно так сделать. Наверное, это тоже революция, да? Ну может быть. Я не вникаю в политику, но как-то же это что-то. Ну там скорее, нет, это с революцией не связано, это связано больше с политикой между клубами. Сильные клубы стараются... Вот, такой еще интересный момент. Я объясняю этим ребятам и руководству, что понятно, что менеджер клуба, чиф-менеджер, главный, он хотел бы всех выкосить соперников, закопать, я лучший. Это понятно, и можно понять всех менеджеров, но для федерации необходимо несколько сильных клубов. Один клуб, это вот сейчас ситуация, при которой действительно остался один клуб мощный, остальные в упадке, и этот клуб счастлив, что он лучше в Египте. Но, мало того, что качество общее, вот конкуренции нет и упала уровень, так и уровень лучшего клуба спортсменов упал. Конечно. Им не нужно тренироваться, они все равно выигрывают. Они все равно лучше. Я тоже это объясняю, пытаюсь, вот сейчас моя главная задача, как я считаю, Олимпийские игры, это хорошо, но убедить и создать ситуацию, когда хотя бы еще один, лучше два клуба поднять их, дать тренера, набрать людей, чтобы появилась конкуренция. Обыкновенная конкуренция. Да, вот это вот, ты вспомнила ту восьмерку, у меня не было проблем, они настолько бились в каждом классе у себя внутри, что я просто говорил, вот этот, 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 они уже были хорошие ребята, их надо было просто прикатать, посадить и чуть-чуть поднять функцию, технику. То есть я понимаю, что сейчас, в принципе, там тоже не совсем легко в плане материала, финансово понятно, да, обеспечение хорошее, то есть выполняют все твои требования, условия, но вот вопрос в материале. А вот еще хорошо, да, вот еще ты вспомнила, хорошо, вот в отличие от той же Украины, не всегда, но там, вот я главный тренер, я написал программу, написал план, написал тренировки ежедневные, и у меня на тренировке каждый день присутствует директор федерации, и не дай бог, кто-то не выполняет этот план, там у них прямо, я говорю, ребята, не надо так жестко наказывать людей. Ну, смотрите, а если они их наказывают, ну, у другого-то все равно никого нет, конкуренции нет, как же они его просто могут наказать, и все? Нет, они не так спортсменов наказывают, не, не то, что спортсмены сочкуют, а тренировок, если тренер вдруг чего-то не выполняет. Сколько помощников у тебя там трениров? Есть какие-то? Да, конечно. Проблем с моторами не было, сел и поехал, это да, это мечта любого тренера по академическому времени. И не нужно выносить, как сейчас все выносятся моторами. Согласна. У меня помощники были по первой сборной два помощника вплотную, один помощник по легкому весу, и два еще по резерву, то есть, я говорю, вот ты занимаешься юношами, ты занимаешься девушками молодыми, и выращиваешь. Ну, вот набрали, мы сделали тесты, отобрали самых крепеньких, и пытаемся взрастить. Да, что получится уже, увидим. Подождем, посмотрим.